После прекращения операций на линии фронта в Тертере разрыва снарядов не слышно, однако в течение 4-5 дней ряд населенных пунктов района подверглись серьезным разрушениям. Как сообщают командированные в зону фронта сотрудники Азертач, в результате провокаций, совершенных армянами в ночь на 2 апреля району и мирным жителям нанесен большой ущерб. Вчера в находящемся близ города селе Исмаил-Бейли вышла из строя обстрелянная вражеской стороной подстанция, обеспечивающая электроэнергией 15 населенных пунктов. Армяне, намеренно выбирая мишень у своих атак, инфраструктурные объекты стараются нанести максимальный ущерб населенным пунктам. Такому беспрерывному огню подверглись и тертерские села, расположенные в 10 километрах от линии фронта. Мирза Рагимов, в дом которого попал снаряд, говорит, что они спаслись от смерти по счастливой случайности. Хорошо, что мы были во дворе. Внезапно разорвался снаряд. В доме ничего целого не осталось. Другой снаряд упал в этом селе, в соседний двор. Жительница дома Кефает Мамедова так описывает произошедшее. Сидели дома, и вдруг во дворе вспыхнул огонь. Сначала мы не поняли, что случилось. Племянница и другой мой родственник получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице. Все еще не могу в себя прийти. В селе Дюерли также имеются разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. Разорвавшийся снаряд в одном из домов стал причиной ранения двух людей. Подвергся обстрелу и сам город Тертер. Разрушено несколько домов. Обстрел армянами населенных пунктов, находящихся на достаточном далеком расстоянии от боевых территорий, отчетливо подтверждает, что, совершая провокации, они намеренно нагнетают напряженность на линии фронта.